Битва за Севастополь – это седьмой квест, который волонтерами Победы был предложен молодежи в разных городах России. Задача не просто поиграть, а привлечь внимание к важным переломным битвам за время Великой Отечественной войны. Главной идеей для сценария взята самая главная, самая первая битва в Великой Отечественной войне – это битва за Севастополь. Мы хотим показать ребятам, как на самом деле начиналась война. 30 октября – не просто дата. Именно в этот день, напомнили молодежи, началась оборонительная операция на дальних подступах к Севастополю в 1941-м. Продолжались бои вплоть до 11 ноября. О подвиге молодых бойцов орловским ребятам напомнил ветеран из Севастополя. Видеообращение прислали местные волонтеры. Очень героические матросы защищали город. В начале обороны проявился героический командир батареи Иван Заика, который первым открыл огонь по фашистам, первым молотил их. И этот героический поступок еще больше воодушевил всех защитников Севастополя в том, что бить фашистам можно и нужно. Орловские волонтеры Победы не в первый раз проводят такие квесты. Я сейчас шел, подошел к танкеточке, погладил ее и заплакал. Она вот такая, мне мы нас немцы увнала, когда нас освобождали. Этого забыть нельзя. И не надо забывать. Все время напоминают о страшном военном времени подрастающему поколению, поднимая из земли погибших солдат, обращаясь к кровавым событиям Великой Отечественной войны. Патриотическая работа именно орловских ребят была отмечена на самом высоком уровне. Награду «Доброволец-2016» привезли в «Орел». Форум проходил в Санкт-Петербурге. Номинация «Лучший проект в сфере патриотического воспитания». Вообще в этом конкурсе принимало участие порядка полутора тысяч проектов. В финал вышли три проекта. Это мы, Мариэлла Республика и Камчатка. Напомним, эту премию орловчане получили за установление рекорда Гиннесса, когда 7 мая 2016 года 7511 горожан выстроились в цифру 450 к юбилею города. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.